Строительство нового корпуса Ненецкой кружной больницы, качество воды в Лабужском и эпидемиологическая ситуация в регионе. Эти темы стали основными в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Далее все подробности. Открывая оперативное совещание, глава региона Юрий Бездудный сообщил об итогах встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Губернатор подчеркнул, что в ходе разговора со спикером Верхней Палаты Российского парламента он рассказал о необходимости строительства нового корпуса Ненецкой кружной больницы. Валентина Ивановна сказала, что поддерживает этот проект и всячески будет нам помогать в его реализации. Для нас он очень важный, потому что без этой перестройки мы не можем поставить МРТ и, соответственно, должным образом диагностировать заболевания, особенно онкологические. Проект важный, будем двигать. Я даю поручение Павлу Александровичу держать его на особом контроле Елене Степановне. Мы получили уже положительное заключение Минздрава, сейчас выходим на Минэк и на правительственную комиссию. Следом глава региона сообщил коллегам о проведении переговоров и подписании соглашения с компанией «Мегафон». Речь идет о проекте «Арктик Коннект», в ходе которого оператор проложит по дну моря вдоль Северного морского пути оптоволоконный кабель. Он пройдет и вдоль арктического побережения Ненецкого округа и позволит подключиться к наземной оптической линии связи, а также создать альтернативу спутниковым сетям. Предметом наших договоренностей было проектирование возможных отводов к нашим населенным пунктам. Особенно это касается тех населенных пунктов, которые традиционно очень плохой интернет. Речь идет о Бамдерме, прежде всего о Востоке. Компания готова сейчас спроектировать эти отводы и дальше будем уже совместно отрабатывать этот вопрос. Обсудили и текущую эпидемиологическую обстановку в регионе. Так Елена Левина доложила о заболеваемости коронавирусной инфекцией и о ходе вакцинации. Вакцинация у нас продолжается. На сегодняшний день у нас привито 3748 человек. Полностью закончили вакцинацию 2400 человек. Если смотреть по обязательным контингентам, это составляет порядка 12%. Вакцину мы получили, она уже распределена в том числе в населенные пункты. Сегодня вакцина улетела в Амдерму. 31 марта улетает 70 доз в Усть-Кару. В свою очередь вице-губернатор Наталья Сидорова озвучила статистику по заболеваемости в учебных заведениях Заполярья. Ситуация стабильная достаточно. Школы работают, СПО, учреждения доп. образования работают. Что касается садов, то в Красном у нас закрыта одна группа на карантин, а детский сад Виска закрыт полностью на карантин в связи с ОРВИ, превышением порога. Особое внимание в ходе оперативного совещания губернатор уделил вопросу обеспечения качественной водой жителей деревни Лабожская. Ситуация, я так понимаю, она не новая. Это связано с емкостью, в которой накапливается эта вода. Там были попытки ее чистить, каким-то образом привести в порядок, но я так понимаю, на качестве воды это не поменялось. Какие могут быть решения, тем более, что очевидно, что придется менять в итоге эту емкость. Мы собирались с пистолетиком в Север-Жегусерисе и понимаем, что жалобы граждан остаются, приняли решение, что мы емкостью. Надежда Леонидовна, но они объективные, прямо скажем. Ну, жители жалуются, объективно жалуются. Объективные жалобы, потому что те мероприятия, которые Север-Жегусерис проводил, нужного результата не дали. Все равно, как бы, пробы, они будут все-таки отрицательные, положительные результаты мы не добились. Поэтому уже приняли решение по замене емкости. Это очень правильно. Также в ходе оперативного совещания глава региона поручил начать работу по подготовке к празднованию 9 мая. В ближайшее время будет сформирован организационный комитет по проведению Дня Победы.